Интересно было бы узнать, как ваши дети, учитывая тот контекст, в котором вы выросли, как вы там были воспитаны и так далее, как вы их воспитываете, как они вообще воспринимают ваше имамство, скажем так, то, что вы непосредственно являетесь, скажем так, таким духовным деятелем. В коем случае не оставили, чтобы они там были имамами, шейхами и так далее. Но основное, то, что у них должно быть, это молитва, они должны знать свою религию, они должны изучать свою религию, то есть, аль-хамдаре, это как обязательно. А кем они будут уже по профессии, уже они сами выберут. Потому что вот даже я по себе смотрю, меня папа не говорил, будешь имамом, не говорил он мне, будешь работать в мечети. Я как-то сам тянулся. Я думаю, у каждого это вот есть внутри некое такое позово души. Когда там, например, говорят, детей нужно направлять там в восьмом-девятом классе уже, чтобы они выбрали, там, кем хотят они стать, там, инженерами, там, в медицину пойти или еще. Я думаю, он как-то сам Аллах справляет, как-то вот есть внутренний вот этот зов души, он себя сам должен прочувствовать каждый. Даже, например, ученые, например, кто-то, например, в области, скажем, шриятских наук, кто-то, например, так сильно любит. Вот у меня брат троюро научится, докторантурой заканчивается, скоро он шел, а в ряде тоже доктор своего заканчивает. Он в области фикха себя нашел. Я, например, больше у меня в факультете акиды был и Кур'ана, то есть карааты и так далее. То есть не каждый, кто-то, например, в области Кур'ана, кто-то в области, например, тафсира, кто-то в области фикха, кто-то в области акиды. То есть не все ученые, то есть, скажем, там, скажем, во всех науках. Поэтому здесь даже тоже по жизни они, наверное, сами где-то себя должны найти. Но как они относятся ко мне, то есть то, что я имам, то есть это обычное, как бы, аль-хамбуллях. Ну, я действительно вот даже на своем примере мог бы как бы подтвердить все, что вы сказали, когда родители, они непосредственно практикуют религию, ты это видишь с самого детства, что бы там ни происходило в дальнейшем, там, понятное дело, там, тем более, когда ты переезжаешь там в какую-то местность, где не так много религиозных, да, например, людей, если ты пребываешь в этом контексте, как вы и сказали, там, школа — это второй дом, да, это место, где ребенок с какого-то периода начинает в большей степени даже социализироваться. То есть не как раньше, там, в рамках большого рода, там, да, всех там родственников и так далее, а именно уже в школе, там, преподаватели, там, одноклассники и так далее. И все равно, если вот с самого детства вот эта установка, она есть, если ребенок это наблюдает, действительно, как бы, что бы ни происходило, от него это, по сути, не уйдет, если на то воля Всевышнего будет. Аханду.